Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы продолжаем совместный проект с компанией Уральская усадьба Теплицы и вы увидите полную установку такой Теплицы нового поколения. В первой части на основании был установлен каркас теплицы и установлены торцы. А теперь я предлагаю вам познакомиться с пошаговой инструкцией установки вот такой замечательной Теплицы нового поколения. После установки каркаса Теплицы начинается монтаж поликарбоната на стенах. Нужно заметить преимущество этой Теплицы, что стены у нее вертикальные. Поликарбонат устанавливается 0,82 плотности с Оликс Премиум толщиной 4 мм. Аналогично торцам на каждый лист поликарбоната. В нижней части устанавливается перпалента, чтобы не попадала влага, а также насекомые в сотки. Поверх перпалента на защиту устанавливается пластиковая инструкция. Для исключения зазора, а также закрытия верхней части сот у бокового поликарбоната устанавливается резиновый уплотнитель. На меня, да? Поликарбонат крепится с помощью патинковой шайбы, внизу которой вот такая вот резиновая прокладочка. Крепление тоже идет в отверстие, которое заранее подготовлено. С помощью решайбы. Данная киплица оснащается боковыми форточками. Предварительно они устанавливаются на петли, а при креплении к поликарбонату петли поднимаются. Данная киплица оснащается боковыми форточками. Данная киплица оснащается боковыми форточками. Продолжение следует... вырезается по периметру форточки поликарбонат а а а а а После того, как поликарбонат вырезан, производится крепление его металлоконструкции в кромуге. После предварительного крепления поликарбонатов на стены кромуги в нижней части устанавливается перфорированная лента. Также поверх устанавливается торцевой клапан. Останавливаются невесы поверх. Останавливаются перфорированными поликарбонами. Останавливаются перфорированными поликарбонами. Постенная промуга оснащается также крючком для крепления фиксации. Также устанавливается шпингалет. Крепится ручка. Также под шпингалет устанавливается упорная пластина. пластина. После крепления поликарбоната в стены, начинается монтаж поликарбонатов. поликарбонат. В нижней части истока поликарбоната, который крепится на крышу. на крыше. Также устанавливается перфорированная. Поверх перфорированной устанавливается торцевой профиль. Для исключения выпадений грязи, а также насекомых. Листы поликарбоната на крыше крепятся с помощью саморезов с шайбами зацинкованного железа и также снизу у них резиновая подкладка. На данной теплице есть техническая возможность установки крыльковых промышлений. Устанавливаются цепочки ограничителя. А также пластиковые заглушки. Танковые храмуги оснащаются автоматическим термоприводом. Вот так он выглядит в упаковке. Открывание происходит при температуре выше 24 градусов по Цельсию. И эксплуатационный интервал составляет от минус 50 градусов до плюс 50 градусов по Цельсию. В данной конструкции будут установлены две коньковых храмуги. И при креплении поликарбоната на крыше секции, где устанавливаются храмуги, остаются без поликарбоната. Он крепится параллельно с установкой храмуги. После установки поликарбоната на крыше производится вырезка от коньковых храмуга. Продолжение следуетайте. АПЛОДИСМЕНТЫ В измерительomprent улицы до Hutu. При креплении поликарбоната к рейковой промоге в нижнюю часть устанавливается вверху лента. Затем торцевой профиль, затем поликарбонат смещается в край коньковой промоги и уже непосредственно крепится к ней. С другой стороны поликарбонат крепится на каркас и оставшаяся часть вырезается, чтобы закрыть прием ниже промоги. Оставшаяся часть поликарбоната закрывается в нижней коньковой промоги. Крепится с помощью саморезов и без шайбы. Для крепления термопривода в коньковой промоге на шариковый крепеж установлен термопривод. с одной стороны и с другой. Для крепления пружины устанавливаются петли и затем притягивается пружина. Для того, чтобы ограничить ход фрамуги устанавливается. Крепится поликарбонат к двери. В нижней части поликарбоната устанавливается перфолента. на нее угловой пластиковый профиль. Для исключения попадания насекомых и мусора. Крепится накладка для того, чтобы поликарбонат не полностью устанавливается. Устанавливается дворная ручка. Продолжение следует... Центраный memory Взять часть карпанала под форточку, сверху устанавливается торцевой профиль, для исключения попадания влаги, мусора и секона. В нижней части поликарбоната также устанавливается перфолента и торцевой. Сверхний, для того чтобы не попадала влага и насекомое, он тоже устанавливается. Для крепления форточки и двери устанавливается крюльчок, который крепится за петлю и не дает при порвах ветра закрываться, дверь крепится крючком вот таким образом. все, при порывах ветра она не поднимается. Для крепления форточки устанавливаются петли в зависимости от того, какое количество нитей, какое количество петель. начало готовим петлю, тоже так же в виде восьмерки. петель. 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 Еще раз пробивам. Данател се проведем метри. На друга аз. Сверхи хотя говорим петель и перейдем карабина. Долriz разбираем печенки. Вот так. Продеваем сначала крепеж, продеваем в твареп и снова в крепеж. Делаем восьмерочки. Продолжение следует. В процессе эксплуатации теплицы иногда случайно мы повреждаем покрытие. Ударим случайно черешком или каким-то металлическим предметом. Естественно при этом порошково-полимерное покрытие, да и любая краска скалывается. Тем самым оголяет металлоконструкцию. Тут уже появляется ржавчина и грубо говоря наша металлоконструкция со временем портится. Компания Уральская усадьба теплицы обязательно комплектует теплицу вот таким пакетиком с порошком. Этот порошок разводится в небольшом количестве в ацетоне и можно любой скол, чтобы он не заржавел, обработать. То есть тем самым можно значительно продлить срок службы металлоконструкции. Это маленький такой вроде как бы незаметный факт, но очень полезный. Итак, благодаря компании Уральская усадьба у нас на участке появилась вот такая вот нового поколения отличная теплица. Именно на канале Уральских усадьб вы увидите огромное количество конструкций различных теплиц. Но это не все. Кроме теплиц огромное количество качель, навесов для автомобилей, а также беседок. А теперь, если понравилось видео ставьте палец вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы. Успехов вам и до новых встреч!